Так, вот пошла запись. Давайте я вам покажу еще раз. Так, только. Видите? Значит, у нас с вами осталось сколько лекций? Две или три? Я думаю, в апреле мы закончим. Значит, у нас сегодня и 25-го, да? Значит, я заранее хочу сказать, что я сам не понимаю, почему у меня все идет так медленно. Вот я, когда МФК читал, у меня гораздо все быстрее получалось. У меня есть сильное ощущение, что вот эта прививка от ковида, она очень сильно воздействует на мозг. Вот что-то мне кажется, что я утратил некоторые, так сказать, интеллектуальные качества после этой прививки. Вот, но я что-то все задачи начал решать медленнее. свои научные. Вот, и что-то я думаю, что, в общем, это отразилось и на чтении курса, который я вам сейчас читаю. Вот, ну, в общем, давайте хоть что-нибудь мы изучим как следует. Вот метод опорных векторов надо изучать как следует, я считаю. Давайте, значит, я думаю, что сегодня я разошел шумленные данные расскажу. Вот, еще там есть раздел «Ядерные методы машинного обучения». Ну, это в следующий раз. Значит, давайте сейчас продолжим ту задачу, которой мы занимались с вами в последний раз. Так, я перехожу на демонстрацию экрана. Так, сейчас, сейчас, сейчас я включаю демонстрацию доски. Значит, мы изучаем ситуацию, когда выборка линейно неразделима. Но, все равно, мы пытаемся найти гиперплоскость, которая отделяет часть, значит, положительных примеров и часть разделяет положительные и отрицательные примеры. Вот положительные, то есть те вектора, на которых ответ должен быть плюс один, красные, а вектора, на которых ответ минус один, черные. Вот, может быть, на самом деле эти вектора у нас не совсем точные. То есть, вот, если бы мы точно измеряли, то все было бы линейно разделимо. А если там какой-то вектор, ну, неточность может быть по разным причинам. Например, мы наблюдаем за работой какого-то ресторана. Вот, там мы, допустим, изучаем такие вещи, как наличие богатых клиентов. Да, там вот богатые красные, бедные черные. Вот, и там надо, значит, вот определить, что-то там, вот какую задачу надо решить, связанную с богатыми и бедными клиентами. Вот, вот новый клиент, значит, вот он какой лучше. Ну, там, в смысле, мы не знаем его размеры, так сказать, его состояние, ну, в смысле, сколько у него денег. Мы хотим каким-то признаком оценить, как его обслуживать, там, дать ему что-то получше, там, побогаче. Вот, ну, в смысле, какой подход к нему применить. Вот, может случиться так, что в какой-то день у нас там, ну, допустим, погода испортилась, да, вот. И некоторые клиенты, которые к нам приходили, они к нам не приходят. Ну, в общем-то, вот иногда бывает так, что вот разные условия дополнительные нам нарушают картину классификации. Вот, то, что мы вот определяем в виде распознающего правила, оно может быть пригодно в одной ситуации, непригодно в другой. Ну, вот эти вот ситуации, значит, они, как бы, нам делают невозможность иногда разделения нашей выборки. В общем, бывают ситуации, когда вот эти вектора, они нетипичные, то есть вот вектор, он по нашей классификации должен быть положительным, а он отрицательным может быть реально. Вот, в общем, вот это все называется шумы. То есть измерения и варианты использования наших алгоритмов могут вкрасться непредсказуемой ситуацией, которая приводит к так называемым выбросам. Вот, и надо работать в условиях того, что выборка может быть зашумленной. То есть вот там она линейно неразделима, но если мы удалим часть векторов выбросов так называемых, то есть таких аномальных, так сказать, ситуаций, вот, оставшаяся часть будет линейно разделимой. Вот, ну или, может быть, там вот эти шумы, они нам, вот, объект, который представится вектором, делают принадлежащим другому классу, хотя на самом деле он должен принадлежать одному классу, значит, он по нашим параметрам, а он в действительности должен принадлежать друг другому классу. В общем, вот философия такая, значит, может быть ситуация, что вот у нас есть точки положительные и точки отрицательные, которые, ну, никак линейно неразделимы, то есть, может быть, отрицательная точка попала в область, где положительная точка попала в область, где много отрицательных, и наоборот. Мы надомиримся с такой ситуацией, мы разделяем, как говорят, в среднем, да, то есть вот большая часть точек, вот, отрицательных, должна попасть в полупространство, значит, вот, по одной части отразделяющие гиперплоскости, а большая часть положительных точек должна попасть вот в положительную область. В общем, вот все вот эти вот, те, как то чужие, вот, черные точки в красной области, вот, они нам, они должны быть не слишком далеко отразделяющие вот этой гиперплоскости, вот, то есть, как бы, это аномалия, да, на самом деле мы не точно намерили, на самом деле точка должна быть где-то по другую сторону, вот так вот. И, значит, наша задача звучит так, вот, ну, разделяем мы не гиперплоскостью, а полосой, вот, значит, мы поняли, что отделить, вот, надо полосой, и чем больше размер полосы, тем более надежно считается наше классифицирующее правило. То есть, вот, ширина полосы – это такой параметр оптимальности нашего решающего правила. Вот, ну, и, значит, кроме того, нам надо сделать так, чтобы вот для, значит, полосы опылило понятие положительного и отрицательного полупространства, да, вот, значит, вот полупространство, все пространство делится на три области. Первая область – это полоса, ее внутренность. Вторая область – это полупространство за этой полосой, вот, справа со знаком плюс я обозначил. И третья область – это минус, Минус – это другое полупространство. Знаете, что я хочу спросить? А вот я сейчас точку двигаю. Вам видно? Я двигаю точку. Вот я вокруг плюсика. Нет, точку не видно. Точку не видно. Только она на месте стоит. Ну вот это ужасно плохо. А вот мышкой я двигаю – это видно как раз. Да, мышку видно. Ой, как мне плохо. Вот если бы можно было карандашиком показывать место, это было бы совсем замечательно. Так, давайте, значит, мы вспомним, что наша полоса разделяющая, вот она имеет уравнение. Вернее, вот гиперплоскости, которые эта полоса имеет в качестве границ, они имеют такое уравнение. Скалярное произведение xW минус W0 равно плюс-минус 1. Значит, плюс 1 – это одна гиперплоскость, минус 1 – это другая гиперплоскость. W – это вектор. Значит, x – это переменные. Значит, вот у нас уравнение линейное на x. вот W – это постоянный вектор, вектор нормали, W0 – свободный член. Вот. И, значит, у нас вот вводилось такое понятие MX. Это отступ так называемый. Значит, это такое выражение yx умножить на xW минус W0. Значит, для каждой… Вот если здесь x – это переменная, вот, а тут x – это вектор из нашей обучающей выборки. Да, у нас обучающая выборка S – это множество пар вида S и y и x. Ну, x и yx. Значит, вот x – это сам вектор, а yx – это класс. Плюс 1 или минус 1. И мы, значит, поняли, что для всех точек из S вот эта величина должна быть положительной. Точнее говоря, она должна быть больше либо равна единице для любого х. xA из… вернее так, для любой нашей точки из обучающей выборки. Вот. Так, это мы давайте… Мы вводили специальное обозначение xS. Это вот все эти вектора, которые соответствуют парам из обучающей выборки. Вот. Ну, содержательно такое значение, оно нам выражает расстояние от точки до края. Да, вот когда у вас, значит, вот этот самый x, или так, да, вот. Ну, да, значит, вот у вас точки из выборки, значит, они все должны обладать вот этим свойством. Вот mx должен быть больше либо равен единице. Вот, и, значит, если там точка такова, что, значит, у нее точка выборки, тем не менее, может… Вернее так, вот давайте так, значит, если у нас полоса, определяемая вот этими вот гиперплоскостями, действительно разделяет наше множество точек, да, то есть внутри полосы ничего не должно быть. Вот на границах полосы может быть. То есть вот на границах полосы, там как раз mx равно единице. Вот. Внутри полосы ничего не должно быть. И чем больше вот этот… То есть для… если… То есть вот у нас есть понятие для каждой точки выборки свое полупространство, да, то есть если вот она попала в то полупространство, которое соответствует ее, значит, вот этому y, то для нее должно выполняться вот это вот неравенство. Но для некоторых точек это может не выполняться. То, что это, значит, не выполняется, это означает, что 1 минус mx больше нуля. Правильно? То есть mx меньше единицы, то есть 1 минус mx больше нуля. Вот. И чем эта величина больше, тем больше расстояние от точки до ее полупространства. Вот. То есть вот мы введем набор переменных. Кси x – это новые переменные. Вот. И мы хотим, чтобы вот значения этих переменных были, во-первых, неотрицательные. И их сумма должна быть как можно меньше. Значит, вот это кси x – это переменные, которые имеют следующий смысл. Значит, значение переменных кси x – это величина ошибки для x. Вот. Значит, эта самая ошибка должна быть как можно меньше. Ну, вот мы, значит, целевой функционал для разделяющей полосы можем написать, как такое выражение. Значит, вот все, что вообще машинам обучения делается, надо делается чисто, вот, ну, интуитивно и формально необоснованно. Значит, вот давайте я напишу вот такое выражение. W квадрат пополам плюс какая-то константа С умножить на сумму вот этих вот ошибок. Вот, где x принадлежит xs. Вот. То есть мы ищем полосу размера побольше. Да, мы знаем, что чем ширина полосы – это 2 делить на норму W. В, да, то есть вот чем меньше норма W, тем больше полоса. Вот. То есть с одной стороны мы хотим максимально раздвинуть вот эту вот пограничную зону, то есть сделать полосу, разделяющую максимально пошире. А с другой стороны мы не хотим, чтобы вот если у нас… Мы хотим, чтобы по возможности каждая точка из обучающей выборки попала в свое полупространство. То есть вот полоса порождает два полупространства. Вот. Мы хотим, чтобы положительные точки попали в положительное полупространство, отрицательные в отрицательные. Может быть так, что какие-то точки попадут не туда, куда им положено. Но вот мы хотим, чтобы таких точек… Ну, их может быть много, но они как-то вблизи границы – это ничего страшного. То есть вот мы введем параметр расстояния до границы своего пространства. Значит, когда точка там в своем полупространстве лежит, то это ноль. А когда она не в своем пространстве, то это вот то самое кси-х. Вот. Кси-х, значит, мы для него еще введем ограничение. Значит, это должна быть ошибка. Вот. И, значит, у нас таким образом вот ясно, что ошибка. Значит, так. Значит, вот как… Каким ограничением? Значит, раньше у нас были ограничения того типа, что каждая точка… Вот у нас было такое… Значит, целевая функция имела вот такой вот вид. Это мы на минимум должны были. Значит, вот такое вот… А условие… Это у нас условно оптимизация заключалась в том, что mx должна быть больше либо равна единице. Значит, вот это вот… mx – это вот ровно то, что я здесь написал. Вот это выражение, да, вот помните. Вот наше… Да, и это для любой точки х из нашей обучающей выборки. Вот это ограничение, оно как раз выражает требование, чтобы каждая точка попала в соответствующее полупространство. Если точка с yx равна единице, то она должна лежать в одном полупространстве, если с отрицательным yx, то в другом. В общем, вот такое у нас было линейное ограничение, отражающее то, что гиперполоса… Все, значит, каждая точка находится в правильном полупространстве. Вот. Сейчас у нас ситуация другая. Точки могут попадать в чужие полупространства, то есть вот это у нас отменяется ограничение. Но вместо него мы будем использовать другое ограничение, значит, что… А именно выражающая идея, что ошибки должны быть как можно меньше. То есть вот… Так, что-то я не то сказал. То, что ошибки должны быть как можно меньше, это вот у нас целевая функция такая. Значит, c мы подбираем, вот исходя из тех соображений, которые я скажу. Вот. Ну, значит, вот у нас условия какие должны быть. То есть для любого x, принадлежащего xs, вот эта самая переменная, которая выражает собой ошибку, должна быть больше либо равна 1 минус mx. Вот. Это, да, ну еще, кроме того, ошибка должна быть больше либо равно равна нулю. Так, вот откуда взялось вот это неравенство в качестве ограничения? Значит, когда у нас для точки x сосчитано вот это вот значение, вот оно… Но это не совсем расстояние от x до границы. Ну, вот если вот 1 минус x больше нуля, то есть mx меньше, чем 1, то это как раз и вот это число, вот которое больше, чем 0. Оно, чем больше, тем дальше точка от границы. Ну, то есть вот тут есть такая связь монотонная, да, то есть чем расстояние от точки x до своего полупространства больше, тем больше вот эта величина. вот, и, значит, мы давайте, значит, вот будем считать, что может быть у нас вот если мы в качестве x и x просто возьмем вот эту вот величину, то это вот у нас как раз будет давать, ну, скажем так, я извиняюсь, вот когда у нас имеется уже наши гиперплоскости, то ошибки сосчитать можно, вот, но у нас их нету, допустим, да, вот гиперплоскостей у нас пока еще нету, мы ищем их. Вот, и мы, значит, вот, то есть w мы не знаем, и, соответственно, mx мы тоже не знаем. Вот, и мы, значит, можем только написать вот связь между ошибкой и mx вот в виде такого неравенства. Вот меня мучил вопрос, а вот почему здесь написано именно неравенство, почему нельзя написать равенство. Ну, с неравенствами эту задачу решать проще. Вот, и, значит, мы, когда, если найдем, здесь у нас, значит, целевыми параметрами являются, во-первых, коэффициенты w и w0, вот, а во-вторых, вот w0, vmx, и, кроме того, xx, это тоже у нас будут переменные, которые мы ищем по вот этой вот, значит, функции. Вот, и, значит, если мы эту задачу решим, ну, здесь та же самая ситуация, что и в предыдущей, здесь решение существует единственное. Вот, и, значит, у нас под ошибкой можно понимать, вот, например, нижнюю границу, да, то есть вот мы xx найдем, который будет удовлетворять вот этому неравенству. Вот, ну, значит, здесь мы, когда найдем точное значение, вот, значит, мы не можем здесь сказать точно, что xx – это расстояние, но, в общем, оно в каком-то смысле понимается как ошибка. Давайте, значит, не будем уточняться дальше, что здесь за связь между значением xx и расстоянием от точки до несвоего полупространства. мы лишь понимаем, что это, чем меньше, тем это, чем меньше это значение, тем это лучше для нас. Вот, для нас идеально было бы вообще, чтобы везде был ноль, но, может, нет, не получится. Ну, ладно, все, неважно, короче говоря. Нам нужно сделать решение вот такой задачи сейчас. Значит, ну, вот, как у меня в книжке написано, константу С выбирает методом скользящего контроля. То есть, какой-то С сначала берем наугад, потом мы, когда найдем, значит, решение, мы точки можем оценить на предмет того, насколько большая величина ошибки на каждый из точек. Вот, если мы, значит, возьмем самые, допустим, с большой ошибкой у нас немного точек будет. Вот мы их можем удалить и пересчитать вот коэффициенты для w и для переменных xx с новой выборкой. Вот, значит, если мы получим уже небольшое количество точек, то все, значит, ну, в смысле, небольшое количество точек за пределами своего полупространства. Вот, это значит, что мы, как бы, вот те точки, что отбросили, они нам, они нас вводили в заблуждение. То есть, они были либо связаны с зашумлением вот при измерении вот значений векторов, связанных с этими точками, либо для них мы выдавали ошибочную разметку. Так бывает тоже. Например, клиент, вот он у нас положительный, но мы, согласно нашим правилам, приняли решение, что он отрицательный. Вот, то есть, в смысле, бывает ошибочная разметка. То есть, как-то вот мы размечаем, вот, может быть, при помощи других каких-то принципов, и нам это иногда дает неправильную разметку. Вот. Так, в общем, вот можно отбрасывать точки, которые слишком аномальные, и пересчитывать, вот, либо другой путь, если получилась слишком маленькая, слишком узкая полоса. Это тоже нехорошо. Полосу желательно пошире сделать. Вот. Если у нас получается так, что за пределами нашего, в смысле, неправильных точек у нас получилось мало, тогда можно уменьшить. С, это даст нам большее значение, большее вклад в оптимальность вот первого слагаемого. И тогда мы, значит, можем посчитать вот полосу для нового С. То есть, вот, если полоса узкая, это плохо. Вот. Если полоса узкая, но точек за пределами полупространства правильных мало, тогда полосу надо увеличить. То есть, это делается за счет того, что С мы уменьшаем, и пересчитываем опять наши, вот, решаем заново задачу для нового С. Вот. Для нового С полоса может быть пошире. И тогда может быть, вот, полоса пошире, но точек за пределами полупространства по-прежнему мало. И это хорошо. То есть, мы сделали улучшенного качества, вот, ту самую разделяющую полосу. Вот. Если же, наоборот, полоса получилась широкая, и внутри, вернее, в неправильные зоны попало много точек, это значит, что нельзя расширять полосу. Надо смириться с тем, что мы имеем. Так. Ну что, хорошо. Значит, вот, таким образом я поставил такую оптимизационную задачу. Вот, я, значит, сейчас, давайте все-таки вот мы по поводу вот этих значений ошибок. Вот у нас, значит, почему... Сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. В общем, вот, давайте вы дома доразберитесь сами по моей книжке, почему здесь знак больше либо равно. Вот я тут сам пытался это... Вот так, конференция завершится через 10 минут. Так, если конференция вылетит, мы сразу перезагружаемся. Значит, вот, давайте так. Вот все понятно, что я рассказал, за исключением того, почему здесь вот больше либо равно вместо чистого равенства. Вот это вы дома постарайтесь сами понять. Ну, я, значит, буду решать задачу оптимизационную вот в такой постановке. Вот вы дальше ее... Вернее так, вы дома сами постарайтесь понять, почему здесь... То есть, объяснить, почему здесь знак больше либо равно должен быть. Так, значит, вот у нас функция Лагранжа. Да, помните, как это? f от x. Вот, честно, пишу f от x плюс c умножь на 7. Такое. Ну, я не пишу по всем x, мы с обучающей выборки. И дальше функция Лагранжа. Значит, это плюс сумма лямбда итых на вот эти вот ограничения. Да, ну, и мы поняли, что там надо брать со знаком минус ограничения. Вот. Ну, то есть, вот если вот ограничение, это gx, да, это xi x плюс mx минус 1 больше либо равно нуля или минус это выражение меньше либо равно нуля. Вот. Ну, вот я лучше минус так напишу. Минус множитель Лагранжа лямбда икс умножить на mx плюс xi x минус 1. Вот. Это такое ограничение. И с вот этими... Это тоже вот неравенство входящее в ограничение. Значит, вот минус тоже по всем x. Сам это x умножить на xi x. Значит, вот это есть множитель Лагранжа, а это то самое же x, которое вот из этого неравенства. Так, хорошо. Таким образом, у нас такая функция Лагранжа. И условия оптимальности мы помним какое. Значит, частные производные по всем переменным. У нас переменные это члены в W, потом в W 0. И все вот эти вот xi x – это наши переменные, значения которых мы ищем. Значит, ограничение, то есть условия обращения частных производных в 0 по всем W item. Сначала напишем. Значит, DL по DW item. Это есть у нас... Ну, здесь это будет понятно не 0, только когда это W item в квадрате. То есть это будет W item просто. Так, что ж так... Так, доска забарахлила. Так, сейчас. W item – это частные производные по W item от вот этого члена. Это даст 0. Да, и это тоже даст 0. Здесь не 0 будет только в члене, который относится к Mx. Там Mx – это линейная функция. Там это функция x и t. Значит, умножается на W и t. Значит, таким образом здесь будет минус сумма лямбда x. Mx мы помним выражение линейное, да? Вот yx на скалярное произведение. То есть yx мы пишем. И коэффициент при W item – это x и t. Вот это дело равно 0. И тут надо еще поставить уголки. Вот здесь и вот здесь. Так, теперь, значит, частные производные по W – 0. DL по W – 0. Это у нас, значит, это будет 0 член. Вот этот вот 0. Это 0. Вот здесь не 0 будет только вот в этом месте. Вот Mx, да? Там, вот видите, здесь линейный член с W – 0. И коэффициент при нем yx. Значит, это будет минус сумма по x, лямбда x умножить на коэффициент. Там будет только yx. Вот. Значит, здесь тоже с 0. И это равно 0. Так, а там, кстати, минус здесь и минус вот здесь, да? То есть там плюс на самом деле. Никакого минуса здесь вот не должно быть. Так, и, значит, у нас, кроме того, частные производные по всем кси x. Должно обращаться 0. Д, значит, тоже. Там для любого у нас по x уже. Значит, DL по D кси x. Это, смотрим, значит, здесь 0. Здесь это будет c. Вот пишем c. Минус сумма лямбда x. Да? В Mx кси x нету. Вот. Минус. Только не сумма. Вот у нас не сумма лямбда x, а чистая лямбда x при одном только кси x, да? При остальных кси x, а там в 0 обращается. Значит, минус лямбда x с домиком. Вот. То есть вот из этой суммы производную не нулевую, имеет только вот член, слагаемый соответствующий ксу. Вот лямбда x. И вот это мы тоже дифференцируем по кси x. Это будет только один член. Это будет именно минус это x. Вот. Его и пишем. Минус это x равно 0. Так. А теперь давайте вот все вот это заменим на другие записи. Значит, вот. Видите, у нас итая координата вектора w равна какой-то константе умножить на итую координату вектора x. Так. Ху-ху-ху. Ну, то есть понятно, да, что вот у нас вектор x. Он, значит, так вот у нас меняется, да, там. Ну, короче говоря, я вот это равенство я напишу в векторном виде. Значит, w равен сумма лямбда x, y, x, x. Вот. Правильно я написал? Ну, правильно, да. Потому что написать вот эту сумму – это все равно, что написать для каждого и верно то, что вот здесь вот написано. Вот второе соотношение, которое здесь, мы его переписываем, как оно и написано. То есть сумма по всем x, лямбда x, да, только тут с домиком, конечно же. Лямбда x, y, x равно нулю. И третье здесь для любого x, принадлежащего x, лямбда x плюс, плюс, плюс это x равно c. Вот, значит, у нас требуется найти, это одно из условий оптимальности, да, там еще есть два других, что все x, x, сейчас, сейчас, сейчас. Значит, все лямбды и эты не отрицательны. И что вот там, значит, нужно обеспечить вот это вот второе условие. Ну, вернее так. Значит, вот то, что там условие, там же и эты умножить на лямбда и эты равно нулю, мы заменили на задачу оптимизации, минимизации, значит, выражения, которое там, помните, да, как определялось. Ну, давайте, значит, мы сейчас, значит, так, напишем вот второе и третье условия, вернее, первое и второе. Так, значит, вот я сейчас красным цветом обведу, вот это вот одно из наших условий оптимальности. Вот, и еще там есть такие условия, что лямбда для любого x, лямбда x должно быть больше либо равно нулю, это x должно быть больше либо равно нуля, вот, и кроме того,